Здравствуйте, дорогие друзья! Я Фролов Юрий Андреевич, рад вас приветствовать на своем канале, в блоге. И сегодня хочу продолжить тему продуктов. Расскажу сегодня о нашем уникальном шоколаде. Внимание, просто внимание, потому что все в той или иной степени любят шоколад, любили, проблемы с детьми. Понимаем, шоколад вреден, как любые конфеты химические, а все-таки что-то сладкого хочется. Не всегда фрукты, к сожалению, перебиты вкусы у современного человека, более концентрированных вкусов, особых хочется, а тем более шоколад. Ну, понятно, его свойства, натурального шоколада, но его фактически нет, и даже дорогие сорта. Это химия фактически по производству, а тем более термообработанные, как и кофе, как и зерна какао-бобов при термообработке. Они выделяют определенные, синтезируются канцерогены и другие химические опасные продукты, которые, собственно говоря, приводят к очень плохим последствиям для здоровья. Не только там речь идет про диабет второго типа, это все ерунда. Там идут серьезные последствия, отдаленные в перспективе, тем более это сильный закислитель организма к тому же. Но совершенно дело другое, когда мы говорим о живом сыроедном шоколаде, который не прошел термообработку выше 40-38 градусов, все его ингредиенты, а их очень много в шоколаде. И как сделать этот процесс, как создать живой сыроедный шоколад, даже имея все ингредиенты, это очень сложно. Да, есть мастер-курсы, даже, так сказать, мастер-классы, лекции, как это делается. Но кто попробовал хоть раз в жизни наш шоколад, и даже те, кто организует эти мастер-классы, кто производит у себя дома на кухне, ну, я, извините, не хочу обидеть на коленке, да, этот шоколад, они все без исключения единого, без единого говорят, это небо и земля, это даже сравнивать нельзя, это, ну, это не серьезно. Так вот, я хочу, дорогие друзья, вам прочесть одно письмо, которое мне написал один мой, ну, скажем, хороший знакомый, не буду говорить, так сказать, мой даже коллега, но именно попробовав наш шоколад, он его постоянно берет, и вот, а он очень большой специалист в плане, знаете, спорта профессионального, работает всю жизнь со спортсменами, это его мнение очень дорого для меня, хотя каждый день мне приходят десятки писем, их уже сотни, их уже фактически тысячи, а вообще в наших продуктах о шоколаде пишут в личную, в основном мне на почту электронную, я прошу, друзья, дорогие, ну, напишите хоть на наш сайт nadgar.com по продуктам, в раздел отзывы, кстати, почитайте этот раздел, хоть там не так много, всего лишь несколько десятков писем, но зато от души люди написали, объективно. Давайте я вам зачитаю, и это будет очень, ну, вроде бы о себе так не расскажешь самому, это неприлично, а вот письмо зачитать как бы можно. Доброго времени суток. В наш век потребления человек еще никогда не имел такого выбора продуктов, и, к сожалению, это привело к огромному росту заболеваний. В силу большой занятости человек не хочет вникать в суть, он готов смиренно доверяться внешней обертке и трюкам маркетологов. Еще какие-то сто лет назад наш производитель продуктов нес личную ответственность перед потребителем. Потребитель знал буквально в лицо каждого производителя, а сейчас этикетка мелким шрифтом сообщает юрадрес и штрих-код. Кстати, прекрасно написано, я считаю, в целом, и присоединяюсь вот к каждому слову абсолютно глубоко и верно. Это действительно беда, мы привыкли к этому как нечто естественное. Это неестественное. Тогда мы становимся просто роботами, потребителями, бездумными. О каком здоровье вообще можно говорить? Ну, применимо к теме здоровья, хотя эта тема шире, она вообще относится к нашей жизни с вами. Это просто до чего мы докатились. Далее. Никто не несет персональную ответственность за свой продукт. Вы только вдумайтесь, миллионы производителей пытаются буквально запихнуть в нас свои продукты и при этом не несут никаких моральных рисков. И материальных тоже. Жизнь не была бы такой интересной и яркой, если бы не рождались люди здравого смысла. Люди, которые сознательно, осознанно подходят к своему делу. Я сейчас говорю о людях, которые несут персональную ответственность за свое дело. Я считаю, большой удачей встретить на своем жизненном пути такого человека. Любой продукт начинается с человека. Он начинается с осознания идеи. Продукт начинается с вопроса «почему?». Почему я это делаю? Почему продукт нужен людям? Мы можем смело потреблять продукты питания лишь при условии, что производитель искренне и по совести ответит на вопрос «почему?». Юрий Андреевич Фролов дает исчерпывающий ответ на вопрос «почему?» в своих лекциях, описаниях и видеообращениях. Если вы лишены рабской психологии потребителя, если вы живой, любознательный человек, то вы не пройдете стороной продукт, который удалось попробовать мне – живой шоколад. Произведение кулинарного искусства. Я могу только догадываться, сколько времени и знаний потрачено на рецепт, но результат фантастический. Уже если кому-то давать госпремию за кондитерские изделия, так это создателю живого шоколада. Полное отсутствие консервантов, питательный, и при этом не откладывается в жир. Проверено. Съев полкилограмма в течение пары часов, нет абсолютно никаких реакций на кожу. Сохраняется лёгкость, ощущается запас энергии. Имея большой опыт от потребления сладких продуктов, я не могу сравнить живой шоколад Фролова ни с чем. Нет равных живому шоколаду вкусно. А то, что этот шоколад полезен, обсуждать не хочется, так как Фролок чётко и ясно отвечает на вопрос, почему он делает свои продукты. За живой шоколад, молочный шоколад без молока – особая благодарность. Ну и, конечно, сотни писем, таких как сегодня, например, в момент записи, буквально тоже приезжали, брали шоколад, прям одна женщина прислала курьера. Вот он приехал, взял у нас непосредственно с базы под Зеленоградом. И вот она прям отписалась. Попробовали, ну, цитату из общего письма, попробовали только шоколад, который просто божественен. Но, дорогие друзья, я скажу вам так, что если у всех разные вкусы, и это правда, кому-то одно нравится, другому – другое, но нет ни одного, ни единого человека, ещё ни одного, кому бы не понравился, безумно не понравился, кто бы не восхищался, я так именно говорю, да, даже кто пытается производить что-то своё, да, причём кто сравнивает с вот обычными лежащими, ну, на полках это химикаты, я вообще с трансжирами не говорю, да, там, во всяких, там, пятёрочках ошаных, там, ну, значит, я говорю про дорогой даже, который дороже раза в два, в три, чем наш шоколад, в бутиках элитных, там, какой-нибудь бельгийский и так далее, молочный, вот, например, шоколад, он гораздо менее вкусен, если уж говорить только про вкус, а про пользу я вообще говорить не буду, чем наш. Значит, дорогие друзья, давайте расскажу подробнее. У нас пока выпускается четыре вида шоколада, и так молочный, это супер-хит, 95% выбирает вот просто его, хотя другие безумно вкусные, если сравнить с любым другим шоколадом, но, тем не менее, это номер один. Что же это за вот этот шоколад молочный? Значит, веганский сыроедный шоколад. Ни один ингредиент, а их здесь много, во-первых, все органические биоингредиенты, известно откуда, как, что, например, вот какао-бобы, масло, ну, производится, какао-бобы собираются в Перу, есть такая программа защиты малых народов, в том числе в других странах, вот, в частности, в Перу, когда местные племена собирают, это даже неорганические продукты, это ещё выше уровень, это когда бобы собираются в дикой природе, то есть, когда растения в симбиозе с тысячами других растений выросли, это совершенно другая пищевая ценность. До 600 компонентов различных, включая биофлавоноиды и прочее, так сказать, содержатся в какао, пока он, значит, живой, пока он не убитый термический, да, это очень полезный продукт. Масло, какао, прочее, всё это до 38-40 градусов обрабатывается, перевозится и уже здесь у нас в стране мы делаем этот шоколад, применяя сложные технологии, очень дорогое оборудование, например, вот такие корундовые по 3-килограммовые шары, их 300, то есть, почти тонна, раскатываясь вот так по кругу, очень долгое время, это много часов, сутки. Значит, до наночастиц, до молекул, поэтому он тает во рту, вот, измельчает до молекул, да, это невозможно сделать на кухне, даже в самом лучшем блендере, ну, это смешно просто. Потом, почему он такой? Мёд, который входит в состав, один из секретных, он даже на этикетке не указан, я вам так скажу, естественно, тоже натуральный мёд, хороший, качественный, он в вакуумных дегидраторах при плюс 20 градусов, там больше не нужно, высушивается до кристаллов, поэтому он плотный, почему он сладкий? Потому что там мёд и виноградный сироп сыроедный, живой, но сироп нужен для как раз консистенции определённой вязкости, иначе сверхплотный продукт получится, а вот именно в определённой пропорции мёд, он, поскольку даёт определённый контраст вкуса с виноградным сиропом, вот, создаёт и консистенцию, и плотность, и в общем, ну, это тысяча экспериментов, это очень сложно, поэтому вот он такой вкус. Почему же такой молочный вкус, спросите вы, достигается? А когда попробуйте, скажите, это просто, мне даже звонили люди, говорили, вот, говорит, Юрий Андреевич, одна там такая женщина, у неё аллергия на молоко, ну, понятно, да, у ребёнка, там очень сильная, и она говорит, я вот просто боюсь, это точно молока там нет? Я говорю, ну, вот, вот, съешьте хоть всю пачку. Она потом всем знакомым, вот даёт, пробует, говорит, не верит, говорит, не может быть, она говорит, всё, сто процентов, уж я-то знаю, потому что мой ребёнок, хоть там что будет, капля молока, значит. Так вот, что это за, почему, вот, вкус молочного шоколада, вот, прям молочного, да, такого, классического причём, с оттенками многогранными вкуса, а дело в том, что там голозёр навёз пророски, молочко из него давится, значит, а потом лецитин кедровый, кедровый, их кедра, ну, жмых кедра, потом донан на частиц тоже измельчается, вот так вот, как я говорил, значит, и немного миндального орешка в определённой стадии проращивания, там, значит, вот, и другие интересные прочие ингредиенты, например, вот в таком вот ванильном шоколаде, который идёт вот в таких плитках по 100 грамм, вот он прям в упаковке такой близкой к классической, да, значит, вот так ломается, ну, и, соответственно, на маленькие пластиночки кусочки удобные по 100 грамм. Кстати, он у нас 350 рублей стоит, живой био-шоколад органический и, главное, сыроедный, ванильный. Там одна из натуральных сортов, один из натуральных сортов ванили, сорт бурбон используется, вот, выращенный, значит, на органических плантациях в Мадагаскаре. Вот, кстати, есть даже такие скидки, я сразу же скажу, вот 10 пачек, это вот по 300 рублей, это вот ванильный шоколад, очень вкусный, твёрдый, 75% какао, твёрдый, чёрный, такой, как любят те, кто любит более горький шоколад, хотя он, конечно, горько-сладкий, но он очень сбалансированный, не люблю такое слово, но тем не менее. Теперь по цене вот этого нашего молочного, мы его пока не упускаем в таких плитках, ну, вроде как просят для подарка, там, хотя некоторые, знаете, как дарят, когда попробовали? Вот по 10 пачек, там, по 5, вот таких, друзьям своим, потому что это лучший, ну, это прекрасные подарки, и удивить действительно человека можно. Значит, полкило стоит полторы тысячи рублей, но есть специальные акции на некоторые выставки, вот мы когда возим, вот как, например, 9-10 июля на заводе Зилла в парковой зоне, вот, значит, веган-фест, мост веган-фест, вот там будет, значит, такая акция, когда 2 по 1250, то есть за 2500 рублей килограмм, а 5 килограмм, вот как здесь вот такая вот куча, да, вот это вот, 5 килограмм, ну, извините, 5 пачек, это 2,5 килограмма, по 1000 рублей, ну, это такая единичная раз-два акция, это просто фактически ниже, ну, вот на грани себестоимости крошечный такой, значит, ну, это вот оптовые цены, это оптовые цены, вот мы приглашаем к сотрудничеству оптовиков, пожалуйста, это оптовая цена, да, вот, это мы на выставках устраиваем такую цену, ну, и очень дорогой в производстве, посмотрите, полкило, какая пачка гигантская, вот в таких идёт, в индивидуальных упаковочках, это трюфель, этот, друзья, шоколад с уникальным вкусом, он прямо вот как классический советский трюфель в лучших, так сказать, старых, правильных гостовских, так сказать, пропорциях, но там шёл коньяк, а вы знаете, что, так сказать, у меня принципиально, мы, естественно, веганы с Редой, да и просто я никогда в жизни сам лично алкоголь не употреблял, я противник его, этой мерзости, которая приводит к уничтожению нашего народа, и деградации, и личности, и народа в целом, поэтому нашли технологию, как сделать подобный вот вкус, а очень просто, в природе всё есть, но только, так сказать, просто вот мозгов не хватает, что ли, или, так сказать, желания, я не знаю, сложно оформлять, да, это сложно оформлять, без сахара, попробуй о форме, знаете, как эта сертификация без сахара идёт? Это просто сложнейшие вещи, но, тем не менее, вот, возможно, видите, как все препоны стоят, даже ещё технологические, попробуй о форме, ну, да ладно, об этом отдельная тема, больная, значит, ладно, всё в порядке, значит, здесь дуб, жёлуди, жёлуди, значит, идёт экстракция жёлудей, получается вот дубильные вещества, вот этот особый такой тонкий вкус, да, если его в холодильник положить, корочка будет такая твёрденькая, значит, такая снаружи, вот прям, а внутри мякоть, прям вот, как говорится, как, ну, не лопается, но такой прям мягкая, знаете, очень приятно, вот, особенно после холодильника, я советую их держать в холодильнике, сколько хранится? Хранится он в холодильнике год, так полгода, ну, начали есть, открыли упаковку, она септическая, вы видите, внутри, так сказать, по-любому, да, вот такая вот, значит, открыли, ну, съедайте за 2-3 месяца, съедите, вот некоторые, ну, это смешно, знаете почему? Потому что вот в основном это пачка в день, вот люди реально открывают пачку в день, и я хочу подтвердить слова, это очень важно, потому что человек связан с спортсменами, с медиками, и очень, вот я зачитывал вам письмо, и подобно, вот были случаи, когда вот женщина, она купила на выставке, едет и приехала в свой город, там 3 часа ехала, съела пачку, удержаться не могла. Не то, что плохо, хорошо, попробуйте такой, с химическим проклятым, это плохо станет. Вот этим и отличаются, в том числе, субъективно, когда мы по своим чувствам говорим, качественный продукт, настоящий, природный, вот от химического, неприродного, извращенного. Вот понимаете, это огромная разница, поэтому у вас есть уникальная возможность. Недорого для настоящего натурального продукта. Сейчас большие обороты пошли, мы смогли снизить вот так цену сделать, вот понимаете, вплоть до, фактически до 2000 за килограмм живого, органического, ещё сыроедного шоколада, вот, значит, приобрести, да, и потреблять. И с детьми проблемы, они уже ничего не захотят после этого, ну, в смысле, химии, конфет каких-то вот этих, это вкуснее, это обычного человека, вот, любого посадить, а я так и делал, вот, мой сосед, там, он всем питается подряд, ну, так сказать, конечно, выбирает только качественную продукцию, там, тоже, значит, да, но попробовав, это прекрасно, то есть, это каждый человек ощутит, это объективно, это я не хвастаюсь, то есть, так сказать, это уже абсолютно без эмоций. Просто жаль, что люди, действительно, имея возможность, альтернативы, причём и финансово, в принципе, да, ну, я не сравниваю с полной химией, там, в каких-нибудь, там, супермаркетах, там, этих массовых, ну, маломальский, с каким-то качественным продуктом, ну, сваренный, он вкуснее, наш продукт вкуснее. При этом и цена небольшая, и знает человек, вы теперь знаете, что вы ещё пользу получите, пользу, а не вред. Нет, я не знаю, что ещё сказать. Дорогие друзья, на этом, наверное, вот по шоколаду я закончу. У нас будут другие виды шоколада, мы ведём работу, мы, так сказать, создаём там и оригинальные, ещё новые, интересные сорта, но я думаю, что это, так сказать, ну, более чем... Некоторые ящики просто берут, десятками, ну, это кто, возможности имеют, или там, значит, объединяются и так далее. Подумайте, рекомендую от души, пробуйте. Значит, как заказать наш шоколад, но, как и нашу любую другую продукцию, более 300 видов биопродуктов у нас, это наш сайт надгард.ком, раздел «Посмотрите доставка и оплата», прочтите текст, а главное, посмотрите видеоролик, там лежит 5-7 минут, он маленький, и вы поймёте, как чётко заказывать, ни одного вопроса не будет, и нам легче, и вам и без ошибки всё соберут. Если вы в другом городе, стране, мы вам отправим, посмотрите там в рамочке, в этом же разделе «Доставка и оплата», что нужно от вас, какие данные для отправки вам в ваш город, для транспортной компании, которые мы будем отправлять, либо «Деловые линии», либо «Почта России», «ИМС», «Службы» там в другую страну, пожалуйста, никаких проблем. Значит, смотрите весь наш ассортимент, у нас вся продукция качественная, почитайте раздел «Отзывы». Ну что ж, на этом, наверное, всё. Удачных вам покупок здоровой пищи, здоровья, и до новых встреч!